А шлем тебе как этот? Нет, это твой декалатный. Что ты снимаешь, все, люди одеваются. Я Артемий Панарин. Я хочу играть за Нью-Йорк Рейнджерс, забивать голы. Вперед, Россия. Я просто спрашиваю, это хорошие? Это Бауэр, они все хорошие. У меня Бауэр, хороший. Ну что, друзья, всем привет, мы наконец-то собрались калом поиграть в хоккей. Две команды, великолепная пятерка и вратарь. Состав каждой команды вы увидите сейчас на экране. Состав команд синий джерси. Вратарь Федор Мазлов. Пятерка. Данил Потолов. Никита Данченков. Виталий Жданов. Феликс Карамянц. И Егор Шальнев. Состав команды в белых джерси. Вратарь Евгений Сбиряков. Пятерка. Александр Андреев. Никита Куриленко. Роман Калинишников. Дмитрий Егоров. И Алексей Кургин. Ну и ваш комментатор на сегодня Евгений Сбиряков, который обещает вам быть неприцетом. Недавно у Саши Журавлева вышел фильм «Нефутбольные штаты Америки». Если не смотрели, обязательно уделите этому время. Но вкратце. Спортивный менеджмент жестко решает в развитии любого вида спорта. Именно качественных специалистов в этой области не хватает российскому футболу. Нужны современные, гибкие и открытые люди. В ближайшие 10 лет точно будет меняться кадровый состав. А это значит, что это твой шанс попасть в поток. Курс менеджмент и маркетинг в индустрии спорта от Skillbox – кратчайший путь в профессию. Все онлайн, гораздо быстрее института. Обучают специалисты, которые зарабатывают на этом деньги, а не просто умеют учить. А самое главное, только для наших подписчиков прямо сейчас действует скидка 50% при отправке заявки по ссылке в описании. Чего же ты ждешь? Кто хочет такой же компании, чтобы мы поехали на рыбалку, пишите Спирикова, Спирич. Харе, лови рыбу, и я уверен, он согласится. Играем без пробросов, с офсайдами. То есть за синей линией игрок не должен находиться раньше, чем шайба. Без силовых приемов играем. Желаю удачной игры всем. И на чём число венеры! Это что, камера? А я думал, пора. Ну что, друзья, судья производит сбрасывание, и начинаем наш хоккей. Выигрывает сбрасывание в синей, но атака у них не получается. Идёт по флангу Ромарой, проходит вместе с шайбой. Бросок Фидос! Фидос делает первый сейв. Удар по его оборотам был неплохой, но Фидос оказался на месте. Синие пытаются выйти в контратаку, но и их собственный баланс. Ну и немножко соперники мешают им это сделать, но всё же они проходят. Феликс стремится за шайбой, идёт по флангу. Он бежит за ней и, к сожалению, сталкивается с бортом. И не может закончить эту атаку, но он всё-таки цепляется. Ему сейчас мешают два игрока из команды в белой форме. Они все цепляются, пытаются стоять на ногах при этом. И шайба идёт вдоль борта. Перехват от белых, идёт проброс в сторону Фидоса. Фидос принимает эту шайбу, ждёт своих партнёров и отдаёт людей Данченко. Данченко принимает и немножко теряет баланс. Здесь его почти накрывает игрок команды белых. Но они оба в итоге падают. Пытаются развернуть атаку в свою сторону команды белых. Здесь падает ещё один игрок и контратака от Синие. Жданов. Жданов проходит по флангу. Его пытаются атаковать, но это не получается. Бросок тоже не получается у Жданова. И шайба попадает в клюшку к Спирикову. Тот делает ошибочный пас на команду Синих Данченко. Данченко в шайбу. На что судья говорит? Судья говорит, нужно произвести вбрасывание. Апсайд показывает судья вбрасывание. Вновь выигрывает Синие. Синие атакуют по флангу. Потола. Потола выходит на оперативный простор. Можно бить, но опять бросок не получается. И Спирикол Питер соперника прямо перед собой решает шайбу на крык. Мы видим, как Егоров радуется вместе со Спириковым вбрасывание. Вбрасывание. Вновь выигрывают Синие. Продолжается их атака. Потола находится сейчас за воротами. Решает, куда проходить. Проходит с правой стороны. И дает пас. И неплохой пас на пятачок. Но не получается. Но продолжается атака у Синих. Бросок в сторону ворот Спирикова. Белые стали автобусы. И теперь контратака. Громорой выходит по флангу. Ему пытаются помешать, но он обводит одного. Выходит прямо перед Фидосом. И Фидос! Маслов. Что творит Маслов? Еще один сейв за первый период. Маслов в майке Блохина делает просто чудеса. Вбрасывание. И опять синие выигрывают. Опять они на подхвате. Пока что команда в белых джерси не выиграла ни одного вбрасывания. Шайба у Синих. Синие проходят по флангу. Пытаются выйти из обороны. Новый перехват. Роморой. Бросок. И 1-0. 1-0 повели. Ребята в белых джерси. Даже камера GoPro не выдержала такого великолепного броска Ромороя. Ребята радуются. Отмечают гол. Я ебану кому ебану. 1-0. Вбрасывание. Вновь выигрывает Синих. Синие на подхвате. Потлов идет в атаку вперед. Обводят одного второго. Отличный дремлинг. Выходит на оперативный простор. Можно бить. Но, во-первых, не получается бросок у Потлова. Во-вторых, смотрите, как Александр Андреев бросается прямо под шайбу. Шайба вновь у Синих. Они продолжают свою атаку. Пытаются степиться. Суперпады кто-то из команды белых, к сожалению, отсюда этого не разобрать. Синие вновь с шайбой. Феликс пытается сделать бросок. У него не получается. Перехват от белых. Команда белых выходит. И вот прямо перед воротами. По-моему, это Алексей Гуркин. Что же он будет делать? Ничего. Алексей Гуркин не будет делать. И вновь мы наблюдаем атаку Синих. Шальнев проходит одного, второго. Но здесь фол. И судья просит произвести вбрасывание. Вбрасывание вновь выигрывает Синие. Синие сегодня просто на высоте во вбрасывании. И Шальнев обводит одного, второго. Выходит один на один со Сибирьковым. И что будет? Бросок и первый сейф от Сибирькова в этом матче. Также он выбивает шайбу. Но шайба вновь у Синих. Синие могут продолжить свою атаку. Что же будет? Пас вдоль борта. И контратака команды белых. Ромарой. Ромарой несется, несется за шайбой, которую принимает Фидос. Фидос, что делает Фидос? Ромарой обградывает его. И это гол. Гол, с которым категорически не согласен Фидос. Но с ним не согласен Ромарой. А с Ромароем согласен судья. И это 2-0 в пользу команды в белых джерси. Что здесь делал Фидос? Непонятно. Видимо, он посчитал, что пока шайба в клюшке у вратаря, его трогать нельзя. Но здесь, как в футболе, шайба должна оказаться в руках уголкипера. Счет 2-0. Хочу сказать, что Ромарой крыса. Слушайте, парни, я естественно, я до того, как мы поделились, я посмотрел, такой, блин, у них фигур, что-то хорошо катает. И этот еще, блин, походу, нам будет тяжело. Но пока 2-0. У нас есть Ромарой. Пацаны, мы все четко делаем. В обороне пластаемся, катимся, вратарь в порядке. Ромарой, как Кириан Мбапе в хоккее. Я худею просто, пацаны. Год уже это делаю и успешно. Ром, если бы ты был в хоккее, ты был кем бы? К моей сердце. Пойдем на второй период. Слушайте, ребят, впервые в жизни играю в хоккей. Я давно таких искренних кайфовых эмоций не получал. Жене огромное спасибо, что позвал. Мы должны победить. Ну что, вы услышали мощный мотивационный заряд от команды в белых джерси. Синий немножко подавленный, но я надеюсь, что они продолжат так же активно играть. Вбрасывание производит судья. Второй период, счет 2-0. И вновь в сбрасывании выигрывают синий. И они пытаются начать свою атаку. Жданов, Жданов проходит со шайбы. Шойбы одного пытаются обвести. Неплохо, но, к сожалению, на этом его атака стопорится. И здесь начинается квадратака команды в белых джерси. Гулкин пытается зацепиться и вытянуть фишку вперед. У нее получается перехват. Синий атакует. Вновь по флангу проходит Егор Шальнев. О, неплохо. Здорово можно бить. И он попадает. И сейф. Кажется, это все-таки сейф от Сверякова. Не попадание. Хотя нет, с камеры сзади все-таки видно, что это попадание в каркас ворот. Квадратак от белых. Ромарой. Ромарой выходит. Также на оперативный простор можно бросать. Ему пытаются помешать, но это не получается. И Маслов. Маслов вновь делает сейф. А нет. Это Ромарой остался вместе с Шайбой и ушел в бровку. На этом атака белых заканчивается. Синий пытается выйти в свою контратаку. Пас вперед на Жданова. Жданов идет по бровке. Ему пытаются помешать игрок из команды белых джерси. Шайба подхватывает Потолов. Потолов обходит одного. Второе он уже обвести не может. Шайба вновь у команды Синий. Жданов выходит прямо перед воротами с Берекова. Бросок. Бросок проходит мимо. Шайба идет вдоль борта. Феликс пытается за нее зацепиться. Синий начинает новую атаку Потолов с Шайбой. Ему пытается помешать. По-моему, это Алексей Гуркин. Потолов остается с Шайбой. Он смотрит, ищет своих партнеров. И его опять прерывают. Вновь белые пытаются выйти в свою атаку. Синий опять ее прерывают. Куча вала. Понятно, что будет дальше. Феликс падает. Так, Синий пытается начать свою атаку. Но Шайба придет к Федосу. Что будет делать Федосу? Федос дает неосторожный. Бас вдоль борта. Здесь ноги бросаются под шайбу. И вот первый на шайбе Ромарой. Он бросает. И 3-0. Мы видим, как Федос падает, пытаясь спасти свои ворота. Но он ничего не успевает сделать. 3-0. Команда белых впереди. И Никита Куриленко пытается отпразднить, как Кришна Роналда. Но сами видите, что получается, когда футболисты приходят в хоккей. Улучшайший просто. Вау. Роншик очень здесь балансовый. Сильнее на голову. 3-0. Белые впереди. Совершенно неожиданный результат. Поначалу казалось, что команда Синих даже выглядит поинтереснее. Вбрасывание. Счет 3-0. И впервые на этом вбрасывании шайба остается у белых. Атака у них не получается. Теперь мы наблюдаем атаку у Синих. Но у Синих не получается устоять на ногах. И вновь Синих все-таки продолжает свою атаку. Выходит опять один на один. Сосперековым можно бросать. И вновь только каркас спасает команду белых от чистейшего гола. Синий продолжает свою атаку. Можно дать на пятачок. Падает защитник у белых. И еще Гуркин. Гуркин величайшее спасение. Прыгнул спиной вперед, бросившись под шайбу, чтобы не дать забить гол. Феликс останавливает атаку белых. Егор Шальев теперь в шайбу. Вау. Столовые приемы травороя. И Синих вновь в шайбу. Феликс теряет равновесие. И сейчас судья просит произвести вбрасывание. Вбрасывание. И на шайбе первыми Синих. Теперь мы наблюдаем их атаку. Феликс на фланге опять не может удержать баланс. Шайбу у Жданова. Жданов, что он будет делать? Попытался обвести. Не получилось. Его встретили. Отобрали шайбу. И сейчас белые наверняка будут начать свою атаку. Ромарой пробрасывает вперед. Но, к сожалению, атака на этом и закончилась. Но здесь мы вновь наблюдаем атаку у белых. Куча мала. Все пытаются отобрать друг от друга. Белые пытаются зацепиться. Синих пытаются не дать им зацепиться. Выходят прямо перед воротами. И что? Судья говорит о том, что второй период заканчивается со счета 3-0. Блин, моменты есть. Два прям суперопасных. У меня было, у Егора был. Сравнять можем. Как тебе на рамах стоиться? Да нормально. Тут никуда выезжать не надо, оказывается. А я выезжаю и привожу. Какие же мы звери. Блин, на лопатку попал. Спиной от Гуркина опишили лучший блок в мире в данный момент. Я в шоке. Леха, нам нельзя пропускать. Поэтому я лично не буду вообще бежать туда. Я прям буду четко стоять на линии, пытаться убирать все шаги. Защиты вообще нет. Мужички, поджойте. Пошли, пошли, мужички. Третий период. Брасывание. И кто же выигрывает? Да никто. Шайба остается практически в центре. Но в итоге первыми. Выходит синий на оперативный простор. 1 на 1. Бросок. И не попадает по воротам. По-моему, это был Дарья Потолов. К сожалению, не получилось попасть. Это была очень убойная позиция. Атака. Шайба остается у синих. Все продолжается. Итак, что они выходят? И Сберегов здесь принимает решение забрать шайбу в ловушку. Поэтому судья сейчас произведет вбрасывание. Так, вбрасывание тоже его выиграет. И на подплате первыми синий. Синий атакует. Пытается удержать шайбу и балансы. Так, идет контратака белых. Белые выходят на оперативный простор. Вот это точно может быть опасно. Два человека есть, которым можно отдать пас. Но, к сожалению, пас проходит мимо. Мы видим продолжение атаки белые. Ромарой уже пытается прямо перед воротами закатить эту шайбу. Но Федя всеми возможными способами. Клюшкой и коньками пытается перекрыть и не дать все-таки забить гол. Дальше опять куча малассей. Они пытаются выйти в контратаку. Белые, естественно, пытаются им не дать этого сделать. Дальше все просто подряд падают. И шайба вновь остается у синих. Шальев выходит на оперативный простор. И вот мы видим сейф от Спирикова, который вовремя успел поставить свой щиток. Жданов. Жданов пытается выбить шайбу на пятачок. Но на пятачке гораздо больше игроков белых джерси. Вновь наблюдаем атаку у синих. Перехват. Ромарой с шайбой. Перед ним только Гуркин, который без клюшки. И что делает синий? Синий пытается перехватить эту атаку, бросить клюшку. Так делать нельзя, поэтому судья назначает буллин. Команда белых принимает решение дать этот буллин вратарю Спирикову, который просит дать клюшку не вратаря. Итак, что же будет? Спириков против Маслова. Маслов против Спирикова. Буллин. И Маслов просто вырывается вперед. И Спириков видно абсолютно растерян. Это был очень крутой ход от Феди Маслова, который знал, что обводить Спириков однозначно не будет. Вбрасывание на половине синий. Белый выигрывает вбрасывании. Это очень редкий случай. Бросок поворотом. Фидос спасает. Очень сегодня он неплох в этом матче, даже несмотря на некоторые ошибки из-за непривычности этой игры. Контратака синий. Синий выходит один на один. Ну точно можно сейчас забивать. И что? И здесь коньком. Коньком спасает Спириков. И на этом заканчивается третий период. Команда белых джерси победила со счетом 3-0. Победа! Мы пришли, поиграли в хоккей. Пацанов, команда была сильнее. У нас была реально команда, которая сегодня просто уничтожила этих каждого. Ребят, обязательно запомните, команда Ромарой называется. Все, затащил и говорит команду. Не, знаешь, что ты говоришь команду? У нас в защите, пацаны четко сыграют. Друзья, большое спасибо всем, что здесь собрались. Я надеюсь, что вам это понравилось. И надеюсь, что больше мы не будем снимать в хоккей. Если вы поставите еще 1020 лайков, то можно и в хоккей еще раз выпадать. Подписывайтесь, ставьте лайк, перчатки на gengaystore.ru. Этих нет, но футбольных дофига. Всем пока. Самое главное, что ты получил от этой игры. То, чего ты никогда не получишь от игры замкал. Сухарик. Молодец, догадался. С хоккейом намного сложнее, да? С аренами, чем с футболом. Очень жестко расписаны, на самом деле. Мне вот эту арену звонят уже такие. Я позвонил, они мне говорят, все занято. Через 10 минут звонят, говорят, освободилось окно вот ровно в час. Ровно в час. А маленький бы ты не хотел, да? Ну да. Коль. У нас здесь на районе просто хоккейная площадка. Там нет говно, но по идее там можно играть. На самом деле, реально, я бы собрал прям вообще дофига-дофига народу. Чтобы заменами играть. И прям вот, ну, типа, периода так, 3 по 15 минут, что-то. Мне кажется, это бы прям было прикольно. Знаешь, что самое забавное было? Был момент, идет удар, я отбиваю. Егор продолжает атаку, а я встать не могу. Я такой, как ты на этой штуке? Что тут делать? Как оно работает? А я пытаюсь встать, а меня на жопу обратно заваливает.